Осень, дождь, мерзкая погода и плохое настроение. А хотите улучшить его? Ничто так не улучшает настроение женщины, как возможность сделать что-то своими руками. Приходите на наш вязальный марафон «Безрукавка в деревенском стиле» и вы сможете создать оригинальную дизайнерскую безрукавочку, используя самые простые приемы. Искусство филигранной сборки ткани в мозаику известно очень давно и привлекает многих. Родиной этой технологии принято считать Англию, хотя во многих музеях хранится одежда, одеяло, ковры, созданные еще в IX веке из мелких лоскутков, каней и шкур живот. Само лоскутное шитье в качестве искусства или направления творчества считается возникшим благодаря захватическим войнам, когда завоеватели привозили редкие ткани, ковры, пить которые было невозможно. И из них рачительные хозяйки шили одежду и предметы интерьера, используя максимально полно даже оставшиеся кусочки в качестве аппликации для шерстяных и льняных полотен. И самые мелкие лоскутки собирались в мозаику, образуя единое полотно. Такая технология приобрела название «пэчворк», что дословно с английского в переводе звучит «сделанный из кусочков». А в нашей стране упоминание о данной технике встречается с XIX века, когда также появились в продаже заморские красочные дорогостоящие ситцы. А вот расцвет этого искусства достиг в конце XIX века, что было связано с началом развития производства и окраски ситца машинным способом на мануфактурах. Ситцевые рубахи и сарафаны с набивными орнаментами заменили домотканные без узоров. Причем эти рубахи и сарафаны были не полностью из набивного ситца, а частично. Украшением их, как правило, служил лоскутный орнамент. История лоскутного шитья в нашей стране традиционно сводится к технике деревенских узоров, а именно немудреной мозаики из треугольников, квадрат-полосочек и контрастных ставок яркого цвета. В России эта техника называлась «ситцевый мозаик». В 20 веке, а именно в 70-е годы, в момент расцвета движения хиппи, произошел новый всплеск моды на одежду, украшения и интерьеры в фольклорном стиле, в результате чего возродился интерес и к данной технике. А вот история лоскутной техники вязания известна гораздо меньше, и появилась она в конце прошлого века, и быстрыми темпами развивается. Самый простой способ – это надвязывание прямоугольных полосок. Эта техника для новичков, так как ошибиться очень сложно, важно прибавлять одно и то же число рядов. А вот приемы с фигурными вставками требуют расчетов и неподсилы на мячках. Без опыта вязания именно этой техники изделия получаются перекошенными, стянутыми, не попадающими за один размер. Именно для того, чтобы показать вам возможности лоскутного вязания на примере простых изделий, мы проводим марафон по вязанию без рукавки в деревенском стиле. Вы видите, какие изделия можно получать в этой технике, используя всего лишь прямоугольные полоски, то есть именно деревенский стиль. Приходите на наш вязальный марафон, который будет проходить в закрытой группе, и вяжите вместе с нами изделия, которые точно вам понравятся. Потому что мы вязали изделие на меня, вы сможете точно так же вязать его на себя, используя самые простые приемы, которыми мы с вами поделимся. Мы применим несколько простых приемов, которые позволят сделать ваше изделие неординарным. Приобщиться к истокам народного творчества и создать незабываемое яркое изделие, которое украсит вас в ненастные осенние деньки. Стоимость участия 300 рублей без записи, то есть вы получаете задание на определенный срок, после этого задание удаляется, смотреть вы его не можете. Либо же с записью 500 рублей запись марафона будет вам доступна по окончании марафона. После того, как марафон закончится, принять участие по таким ценам вы уже не сможете. Форма оплаты и подробности участия находятся под этим видео. Переходите по ссылочке, принимайте участие и вяжите вместе с нами.